Команда Empire и коллективом Power Rangers. Теперь аркад Power Rangers. Немного другое название, чуть-чуть другой состав, но в целом игра обещает быть более чем интересной. И команда во многом сохранила своих топовых игроков. Это J4, это Чеширский Кот, Трон, новый игрок, Бигнум и Райз. Короче говоря, ребята укомплектованы очень даже прилично. Ну и данный матч, если не ошибаюсь, должен уже проходить в формате Best of 3. По-моему, потому что осталось... Да, это четвертьфинал. Это четвертьфинал и начиная с четвертьфинала вплоть до финала. Матчи идут в формате Best of 3 до двух побед. Так что Empire уже должны засучить рукава. И тут более чем серьезные игры на данный момент протекают. Ну и давайте в принципе перейдем к самому пику. Команда Power Rangers. Я не буду их называть Arcade, мне никак это не импонирует. Апр это все-таки бренд. Arcade еще надо поработать над брендом, чтобы это стало таковым. А вот Power Rangers давным-давно уже знатное громкое имя Resolution. Это имя помнит. Я думаю, где-то у него татуировка должна быть сбоку, где-нибудь там под рукой. Все-таки это коллектив, с которого он начинал, стартовал и после которого он попал в состав Империи. Начал капитанить. Молодой, горячий. Помню, как он наказывал всех на том же Виспе на Мидлейне за Power Rangers с фармящим Виспе. Много интересных всяких штук было. Ну, теперь уже он в более именитом составе. Конечно же, он играет с более подкованными и более готовыми игроками, но тем не менее, я думаю, какой-то дань уважения, конечно, к ПРам должен питать и до нынешнего момента. Doom, Shaker и Ember Spirit набрали себе красно-оранжевых игроки команды Empire, Clockwerk и Dazzle от ПРов. Заходит в пик. Ember Spirit частенько отлетал в баню от Империи, теперь вот решили сами его забрать. Naga Siren от ПР. Саппорт, керри, керри, саппорт. Непонятно, пока ничего, потому что не брали еще мидлейнера игроки команды Power Rangers. Также не брали себе мейн керри, поэтому тут с Нагой есть вопросы. Ну, Нага неплоха в любом амплуа, поэтому... Тридцать секунд остается у Power Rangers до того, чтобы дополнительное время у нас пошло уже в расход. Дизраптор снова у Team Empire, снова для Илюшеньки, как я понимаю. Дизраптор зашел в прошлой игре просто великолепно. Гирокоптер появляется у ПРов, и теперь с Нагой и Сарен вопрос немного поуже становится. Либо это Naga Siren Midlane, либо это Naga Siren Support все-таки. Клокверк есть, гира есть, Нага может попеть, и там раскастовка может быть очень крутая. Но, 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 но тут не знаю, я доверюсь, конечно, NoFiru и вообще Team Empire, что они здесь будут банить Саппорта или мидлейна. По данному пику, в принципе, с Нагой можно чудить все, что угодно. Врыв есть, инициация от Клокверка, под сейф тоже есть, и Крест, и Хилл от Дазла. Ну и дамажить тоже, в принципе, здесь есть, кому глянем. Со стороны команды Empire пока что никакого подхила нет. Банят Магнуса, банят коллектив Empire. Увидели в Наге Саппорта. И банят Магнуса, как мидлейнера. Ну сборка под гирокоптера понятна. Дарксира забанили, чтоб под гирой никого не собирал. Теперь Магнуса забанили, чтоб под гирой никого не собирал. Что делать? Нагу отправлять на мидлейны и брать себе Энигму в лес. А гирокоптера с Дазлом отправлять на линию, а Клокверка в сложную. Тоже нормальная такая сборка под гирокоптера. Хотя здесь есть, конечно, чем с Энигмой разговаривать. Это, опять же, первый пик команды Empire. Doom, естественно, Энигму затыкает очень быстренько. Так что тут в пользу стяжки какой-то, собирание кучкой, наверное, отдавать Энигме с сумасшедшим кулдауном целый слот. Это было бы чересчур жирно. Team Empire пока не имеет мидера. Эмбер Спирит. Хотя почему не имеет? Doom для Сайвента не очень понял, почему Темпларку забанили. Я думаю, что Эмбер Спирит, скорее всего, отправится в мидлейн, Шейкер отправится в сложную, а Doom отправится фармить легкую линию вместе с Дизраптором. Если я не ошибаюсь, ну... Судя по всему. Куда тогда девать Doom, прикажете, если... Если, если, если... Если Эмбер Спирит не мидлейн. Ну, Power Rangers решили как-то по-своему и забанили Темпларку. Она у нас с мидом практически никуда никогда не девается. В редкий вообще случай, когда ее отправляют фармить легкую линию. Так что здесь немножко, по-моему, PR с баном начудили. В никуда просто последний бан. Хотя Эмпайр думает еще. Ну, тут только... Саппорт, только саппорт. Других вариантов вообще не вижу. Дизраптор, Ancient Operation 2, Саппорт, а Шейкер, это... Герой для резолюшена в сложную линию Doom, это герой для фарма легкой линии. Эмбер Спирит у нас будет стоять на мидлейне. Ну и со стороны Power Rangers, Нага Сайрон у нас саппортит. Герокоптер отправляется на мидлейн. Ой, герокоптер, конечно. Инвокер отправляется на мидлейн. Герокоптер отправляется на легкую линию фармить. Клокверк сложная. Дазл и Нага саппортят герою. Хорошая, хорошая комбинация. Инвокер интересен по-любому, как и Эмбер Спирит. В принципе, интересен. Ну и если Дезраптор от Алоха Дэнса. Если Илюшенька найдет свои звуки и сейчас опять до 30-й минуты соберет Аганим, то игра эта может быть тоже плачевной для коллектива Power Rangers. Вообще Дезраптор с Аганимом это просто чумной абсолютно герой. И 7 секунд ничего не юзать, это знаете ли перебор. Скиллы скиллами, но все-таки артефакты решают в лейте. И тут артефакты в никуда вообще отправляются. Благодаря Дезраптору. Вспомните, сколько раз СФ не имел возможности прожать Блэк Кинг Бар и просто получал по голове от того же Геррокоптера Сайлента. Так и здесь, ну глянем. Ну что, все, героев разобрали. Там, правда, кто-то поотваливался, я смотрю. Уже вроде как зашли. Ну и быстренько по героям пробежимся. Ноу Фир, капитан команды Эмпайр играет на Эншент Оперейшене. Алоха Дэнс забирает себе Дезраптора. Йоку будет стоять Мидлейн на Эмберспирите. Резолюшн берет себе Шейкера в сложную линию. И Сайлент на Думе будет фармить нижний лайн, легкую линию. Эрайз забирает себе Инвокера. На Мидлейн Чеширский Кот на Клокверке отправляется в сложную. Бигнум на Дазли вместе с Джейфо на Нагасайлен в роли Саппортов. И Трон на гирокоптере Керри Герой команды Пауэр Рейнджерс. Аркейд Пауэр Рейнджерс. Да, игра в режиме Best of One проходит. Полуфинал и финал будет в режиме Best of Three. Ну, кто там, кстати, остался? Давайте я назову имена команд, которые остались сейчас в четвертьфинале. Это коллектив NLG, который играет против HNP. Вторая пара это AT&D2 против команды BRM. В которой Седой, кстати, отыгрывает. Скрин, Седой, ZXC. Это BRM коллектив. Но это не сетка Империи. А против Империи может выйти либо Флорида, либо DKBears. Зеопатик, кстати, который отыграл свое время в Империи. И сейчас Хаконом в одном стаке играет за команду Флорида. Ну и DKBears из известных имен в общем-то и нет. Все, отжимают паузу, вернулись все на место. Желаем удачи командам и посмотрим. Best of One против непростого коллектива. У Империи действительно испытание нелегкое. Ну на то они профессиональный коллектив, чтобы собираться силами. Да и не обрезать себе возможность проходить в региональной квалификации. Импер Спирит аж сияет у Йоку. Вообще Йоку по количеству убийств и по соотношению убийств и смертей. Очень круто смотрится на этой квалификации. У него как не окончание игры, так у него Beyond Godlike. И не было, по-моему, за всю разыгровку такого, чтобы Йоку без Godlike закончил игру. Не идет ему игра, если нет Beyond Godlike. Не прет вообще. Ну, Мидлейн Эмбер Спирит против Инвокера. С потрясающе уродливыми паттлами, конечно, Инвокера. Но, тем не менее, Инвокера. Хлопа будет нужна. Я думаю, что где-то Шейкер... Хотя, нет, Шейкеру перетягиваться на Мидлейн по данному пику вообще не вариант. Разве что Алоха Дэнс или Ancient Operation будет стоять помогать Йоку. Все-таки он герой милишный, а стоять ему против Рэнджа и Рэнджа с неплохим дэмэджем. Да и с прокастом неплохим. Совсем неплохим. Инвокер очень даже неплохой герой. Он всякий может быть. У него такая уникальная особенность. Он может быть всяким. Может быть очень хорошим или очень плохим. Очень дамажищем или, наоборот, очень ракетичным. Короче говоря, все в руках того, кто управляет данным персонажем. Silent внизу, Алоха Дэнс уже туда перемещается. Ноуфир пока что с крипами разбирается, но тоже, по идее, должен отправиться вниз к Сайленту. Клокверк от Чеширского Кота против Сайлента на Думе. Резолюшн двоих крипов подстопил. Будет стоять, будет дальше их стопить. Ну, имеет на это полное право. Фессуру из стопить никто не запрещал. Крипы себе стоят. Два крипа ушло сюда. И, по идее, вот этот бы парень должен был умереть первым крипмак. А в итоге один крипмак еще и отвалился. Ну и Трон пока что в соло здесь на гирокоптере, якобы на линии. Но Бигнум уже появляется. Резолюшн уже понимает, что ничего хорошего его здесь не ждет. Ему Хелпан нужно 100%. По такому пику проблемы у него будут. Во-первых, два ранжевика. Даззл и гирокоптер могут его нон-стоп харассить. Во-вторых, крутой прокаст у гирокоптера. У Шейкера не так много ХП. Вот и дефа не так много. И левел будет, скорее всего, небольшой. Если Бигнум продолжит просто-напросто издеваться над оффлейнером команды Эмпайр. Поэтому ловить его могут. Сайлент на Думе пока в топе. По крип статус 6 на 0 у него Джейфоу пошел выфармливать леса. У него для этого все есть. В частности, Риптайт. Резолюшн пока к крипам не подходит. Но это будет еще долго, на самом деле, пока тут удачный момент не появится у Риза. У Йоку есть, конечно, Хелпа в виде Флейм Гварда здесь. В целом, вы понимаете, что такое рейндж против милишника. Не сильно пробивает Эрайс своего оппонента. Он идет не через экзорд, поэтому дэмэджа много не наносит. И Йоку резко его убивать, по многу отрывать там куски не будет. Поэтому тут можно с собственными банками распоряжаться как угодно. Йоку уже вынужден хилинг селф проюзать. И ждем появления батлы на данном герое. Инвокер батлу себе не приобретает. Конечно же, это инвокер. У него и так все хорошо регенится. От начала до конца. Ну и, скорее всего, пойдет через фейсбуцы по классике. А дальше глянем. Юулы. Юулы, оркиды. Что там надо будет? Аганимы, рефрешеры? Ну, вряд ли, конечно. Кто знает. Может даже и так. Чины есть, кстати, у Эмбер Спирита. И колд снэп ловит у нас Эмбер Спирит. Отходит отсюда. И Эрайз настрелял. Так Йоку увидел уже. Вот включил своим гвард. Пошел якобы выжигать своего оппонента. Чины второго левела. Но Йоку на батлу еще не насобирал. И не удается ему одного крипа убить, чтобы батл себе приторабанить. У Эрайза колд снэп уже откатился. Торнадо есть, колд снэп есть. Все. К Йоку, по идее, должна банка лететь. Лететь. Вот она летит. Несется просто. Сбивая все на своем пути. Аккуратней. Крип аккуратней. Здесь Ослик бежит. Ослик по имени Курочка. Парадоксально вообще. Ну пока что без разменов. Драться не дрались. Ресталлюшн даже крипам не подходит у него. Вообще ситуация такая обидная, мягко говоря. Герой, который... Игрок, который всю свою жизнь стоял бил крипов на одной из линий, на которой эти крипы идут нон-стоп. И в нормальном количестве. И тут вообще без крипов оказался резолюшн. Конечно, это удар. Как минимум, система поломалась в голове у резолюшна. Ну, игрок-то он скилловой, универсальный. Поэтому, я думаю, пристроиться для него траблом особым не станет. В принципе, ровно идут ребята по фарму. И по экспириенсу только ПР впереди. Но это все из-за резолюшна, который пока еще первого левера. Нага берет руну инвиза. Будут пытаться ловить Йоку. Йоку отсюда уходит. И про инвиз прекрасно знает Йоку. Резолюшн был здесь. Резолюшн наверняка сигнализировал своему тиммейту. Йоку спускаться вниз не стоит никоим образом. Он понимает, что где-то в инвизе ходит Нага. Где-то она сейчас с сеточкой Рептайда. Может Эмбер Спирита и поднаказать. Ну и перетягивается сюда уже на уфир. Возможно, это будет байт. Наге плевать на эти байты. Джейфу уходит на топ-линию. Ну и просто резолюшн пошел искать части вообще в другом мире. На другой позиции. Много здесь настакали. Много. Но резолюшн это никак не поможет. Никоим образом. Дабл отвода от Алуха Дэнса. Чеширский Кот чекает, проверяет. Ну и он только, в принципе, пользу сделал команде Эмпайр. Хотя нет, стоит Чеширский Кот, получает экспул. Пока там свет был. Стоял, получал экспириенс. Все, Чеширский Кот теперь идет на Алуха Дэнс выходить. Но здесь неприятная ситуация. Чеширский Кот сейчас просто огребет. Резолюшн здесь. У него есть фессура. Приморажит его еще ноуфир. Очень битый Алуха Дэнс. Но Алуха Дэнс в итоге у нас уходит. Сайлент тоже смещается сюда. А Алуха Дэнс умирает от ракеты. Ноуфир лоу хпшный. И это... Это что вообще такое? Минус 3 произошло у нас на карте. 2 в 1 размен. Но... Но-но-но-но-но-но. Счет при этом 1-0. Такие дела. ФБ записали, как я понимаю, команде Эмпайр. Так, Йоку в это время уходит у нас от Эрайза. Колдснэп очень жестко продамажил Йоку. И Йоку отваливает отсюда. В итоге размен был 2 в 1. Правда, счет мне показывает 1-0. Непонятно почему. Кто не убивал лично, тот не убивал вообще, что ли? Алуха Дэнс. Убит нейтральным крипом. Это да, Ancient Operation убит нейтральным крипом. Да, теперь не пишут смерти от нейтральных крипов. В итоге только Дум забирает Клокверка. И вот он плюс для команды Эмпайр. Так, 6 минут прошло, первый фраг случился, и это уже хорошо. Нет, то, что нейтралам отдались, это все я видел. Но смерти на нейтралах обычно отображались в верхней части экрана и писались. Если я иду и отдаюсь нейтралам, то счет становится 0-1 для моей команды. Но здесь оба человека отдались нейтралам. Счет как был 1-0, так и остался 1-0. Вот еще кто, главный конкурент на отдачу нейтралам. Тут деньги были у Дума, не было смысла отдаваться нейтралам. Скорее всего это будет, 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 будет. Я думаю, что это Hand of Midas будет у Дума. После появления... Кстати, Мансия, чеширский код, ракета полетела или нет? Ракета Сайлента... Нет, не касается никак. У Сайлента 100 хп, доживает. Да, Hand of Midas приобретает себе Дум, рецепт на него. И будет собирать данный артефакт. Светок портала ему дружные ребята прикупили. Что, ракета здесь шумит? Если ее в принципе нет. Где у меня здесь ракета шумит? Так, в это время у нас, кстати, внизу замес шиширского кота забрали. Разменяли его на Ancient Operation, и... Размен, скорее всего, в пользу команды Empire. Да, 204 против 200. И здесь на 34 больше экспириенса заработали. Пришел инвокер, помог. И быстренько на мидлейн. Ну, Йокум, на Ember Spirit. Это что ж так шипит-то, а? На Ember Spirit, что ли, шипит? Не может он так шипеть. Нет, это здесь что-то шипит. Непонятно. Я на паузу не нажимал. Я не переподключался. Не отматывал на 5-10 секунд там, насколько это возможно. Очень странная ситуация. Ладно, пофиг вообще Reborn. Reborn, так Reborn. Что, по голде 0, по экспириенсу 500. В пользу команды Power Rangers. Чеширский код Когами разделяет этот стак из трех игроков на двоих. Кинотик Филд возвращает его. И Чеширский код будет здесь огребать. Еще и съел Волка у нас. Сайлент, и вы видите, на 260 прошел крит. Очень удачно Сайлент в данной ситуации поступил. Волк тут половину Чеширского кода просто съел в принципе. Ну и в инвизии Йоку на Ember Spirit. Инвиз настоящий. Это не смоки никакие. Йоку улетает на ремнант. Понял, что драться против троих не вариант вообще. И Райз без смерти. И Райз имеет один килл. И Райз без смерти. Резолюшн. Пытался подстопить инвокера. Да, он это сделал. Но Йоку врываться не стал. Алоха Дэнс остался здесь пофармить. Дум отправился в леса. Есть вариант такой. Хенд оф Медас имеется. Диваур есть. Можно в принципе и с крипами поразбираться. Ну и не доходит немножко Сайлент. Хотел бы поддамажить этих ребят. Окей, вот эти ребята, да. Все, дошел. Дошел, добрался. Ну Сайлент в принципе хп реген имеет нормальный. Ему хватает в любом случае. Бить его сильно не пробивают. Брони прикупил 3. Хп реген есть. Ну и крипы падают достаточно быстро. Благодаря Скоршит Орс. Орс. Орс, конечно же. 3-1. Империя впереди. И почти 10 минут сыграно. 750 по золоту. 500 по экспириенцию. И сейчас еще 15 секунд. И будем смотреть артефакты. И начнем, наверное, с Резолюшена. Давайте так. No fear. Полетал. Сеточки постоял. Ушел. Ладно, поехали. Шейкер. От Резолюшена. Солринг. Тапок. Тоже не очень плохо. Климсует назад. У нас Чеширского кота. Еще и Фессура. Стадик Штармевки на Тиквилде. У Резолюшена есть Тотем. Ну, на этом все и закончится. И Рай сейчас Резолюшена просто сотрет. Риптайт от J4. Пока что минус 2. От команды Power Rangers. И все это безответно. И минус 2. 756 по голде. 740 по экспириенцию. Подрались. Подрались очень внятно игроки команды Power Rangers. А Empire не смогли вообще перетянуться. Ну, там и ни к чему было перетягиваться. Они, в принципе, сами хотели агрессию организовать. Но чем это закончилось, я думаю, вы видите. Счет становится 3-3. Все, побежали по артефактам. У Йоку. 1100 на руках. У него обычный тапок. У него есть батла. У него есть Pullman Shield. И также есть брасер. Наверное, будут барабаны. Ancient Operation тоже отваливаются. Отваливаются у Чеширского кота. Реализация хукшота. С аппаратом очень просто разговаривать. Дизраптор приобретает себе Аркан Буцы. Есть у Алоха Дэнса. А две Джентл Ов Стрэндж на... Конечно же, на... Урну Шадоуз. У Дума в это время появляются барабаны. После Мидаса есть Фейс Буцы. Есть Рингов Аквила. И, конечно, у него есть Манга. Как без него? Ну и Шейкера мы с вами видели. В принципе, всех посмотрели. Инвокер от Райза уже имеет Обливент Став. Есть у него Робов Зим Мэджи. Хватает на Сейдж Маск. Осталось там немного до второго Обливент Става. И осталось не так уж и много до приобретения Оркитов Маливилянс. Ну, дальше по героям. Клокверк. У него есть Транквил Буцы. Собирается в Блэйд Мэйл. Еще далековато. Бигнум с одним тапком и больше без ничего. Нага Сайрен с Аркан Буцами. Скорее всего, у Джейфо будут Гвардиан Грифс. По всем правилам Наг Саппорта в последнее время. Ну и Доминатор есть у Трона. Рингу Факвилла Фейс Буцы. По дэмиджу тут 130. Не так много. И с этими крипами непросто, в принципе, разговаривать, кстати. Пока нет флэгкэнона. Сильно гирокоптеры проседают. Дамаги не очень много, а крипы бьют сильно. Все, флэгкэнон есть. Теперь начинает по всем настреливать сразу. Ну и нормально-то капнет ему по деньгам здесь. Еще один выстрел. Еще одна пачка крипов упала. Еще один 30-тертопс. Еще один голем. Джейфо пришел помогать. Оппоненту Нутрон тут где-то, 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 где-то тысячу должен займеть. Сколько тебе платят за то, что ты хейтишь Резольку? Не скажу. Это наше с Йоку дело. Личное. Оно больше никого не касается. Я не хейчи никакой образом Резолюшна. Просто сложная ситуация на мидлейне была у Резолюшна. И вот долгое время вообще не подпускали к крипам. Конечное дело, что с него надо начинать. Было в перечислении темов. Потому что это было бы просто попроще. Это так и случилось. Ну и гляньте, куда спрятался Ирайз. Близко не подходит. Если что, я так понимаю, кто-то достянется. Джейфо есть ТП. Здесь у Дазла есть ТП. Трон тоже с ТП. Если будет выход на Тавер, скорее всего, прилетят ребята на подсейв. Ну и Чеширский Кот уже спушил Тавер. Уже подпушивает под Т2. А что Империя в это время делает? Империя пока не наносит никаких ответных ударов. Шестой левел есть у Резолюшна. Эхо Слэм уже ждет ситуации. Ну и Коргерой пока без адекватных артефактов. Импер Спирит с Драма Фендеранс. Да, это все классно. Флэмгвард 4-го левела. Ну и, естественно, пока никаких Баттл Фьюри даже близко. У Сайлента тоже такие артефакты постольку поскольку. Приобретает себе Хедрес. И приобретает себе рецепт на Владмир. Вторым артефактом будет Владмир. Немного ему осталось. 100 голды всего лишь. Кстати, Ирай забыл пытаться ловить. Ирай сделал ТП-аут. Сразу же его отменяет. Ну и Райз здесь старик Шторме. Может и умереть. Ну и очень круто сыграл Йоку. Ну и Райз на лоу ХП. 40 ХП. Йоку в итоге не добивает инвокера. Глимсует назад у нас Чеширского кота. Но Алоха Дэнс погибает. Ну и Эмбер Спирит на слепую вообще давал ремнанты, чтобы продамажить своего оппонента. Продамажил, конечно, очень круто. Но инвокер с 40 ХП остался живой. Живехонький, я бы даже сказал. 500 голды поднимает по команде Пауэрэнджерс. И по экспириенсу тоже Пауэрэнджерс чуть-чуть здесь себе скосило. Но Дум фармит. Дум фармит. У Дума, по-моему, топ Нетворс на карте. Так и есть. 8300. Там трон на гирокоптере. 7600. 5500. Эрайс и Эмбер Спирит. Эмбер Спирит на четвертой позиции. 4800 у него. И уже дальше идет Чеширский код. И очень далеко Резолюшн. Шейкеру до Даггера слишком далеко. Надо удачный замес. Надо пара хотя бы киллов Шейкеру. Или пара ассистов. Сейчас у Резолюшна ситуация катастрофическая по экономике. Смог пошел от Империи. Куда выходить-то есть куда. Джейфор здесь стоит просит. Трон здесь. Тоже просит. Ну и Резолюшн готов уже врываться. Нофер будет цеплять у нас трона. Где находится Алоха Дэнс. Алоха Дэнс здесь глимсует прямо под кулдаун. Еще и в Кинетик Филд. Еще и в Статик Шторм. Правда, разорвало на куски просто. Эншент Оперейшн. Йоку не подходил сюда. Даблкилл в итоге от трона. Ну, ганг, ну, мягко скажем, не алло вообще произошел от Империи. 7-3 становится счет. 440 по голде. 320 по экспириенсу. Пэйеры в плюсе. Пэйеры в плюсе и Пэйеры по голде. Полторы по экспириенсу тоже две. Ну и пошел у нас замес в лесу команды Пауэр Энджер. Упс. Джейфо подстопили. Здесь Йоку по идее и Джейфо добирает. Нет, Сайлент на Думе забирает данного героя. Герокоптер убегает. И Дум его не прикончил. В конце концов, герокоптер лоу хпшный, но в целом живой. Трон отправляется на базу. Это важный был бы фраг для команды Импайр. Правда, они его не сделали. Так что фраг отменяется. Ну и выход на Т1 по центральной линии. Так, врыв у нас на Чеширского кота. Да, даже глимсует Чеширского кота назад в кинотех филд. Еще и Фессурой закрыли. Йоку будет его, скорее всего, выжигать. Ульта аппарата попадает по Бигнуму. Бигнум 100% умирает здесь. Наверное, после, 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 после Грейва. Да, так и случилось. Резолюшн. Где ты, где ты, где ты резолюшн? Резолюшн здесь. Фессура подстопила. Клокверка. Летит ракета очень далеко у нас за Сайлентом. Сайлент в безопасности. Ну и драка растянулась. Одного Дазла забрали игроки команды Импайр. Йоку выкует, но демиджа много не наносит. Ну и в итоге команда Импайр один фраг сделала. Но на этом все окончилось. Меня с ума сейчас этот мидс ведет с шипящей ракетой Клокверка. Которой нет в принципе. Йоку у нас, кстати, Оркет ловит. Йоку, скорее всего, здесь убивает. Да, Йоку у нас погибает. Джейфо тоже разобрали. Эрайс очень неплохо отыгрывает. Уже килинг с пристриками. Это Алоха Дэнс под колдснэпом. Убегает отсюда нон-стоп просто файтинге на Мид Лене. Ну и ракету фармить. Фармить ракету. Фармят ракету. По итогу этого файта 460 голды зарабатывает Эмпайр. Но они убили саппорта, а потеряли Мид Лейнера. Но они сильно проигрывали по золоту, видимо, раз такое случилось. Сайлент у нас ловит Сайлент. Эрайс под колдауном. Много КП ему сбивают. Сайлент просто должен пережить Оркет. Дум пошел на Эрайза. Эрайза здесь добивают 100%. Правда, пытается еще выкилить его Бигнум. Не знаю, как получится. Нет, по идее, не должно получаться. Но дэнаить будут Эрайза. Толпой просто стали бить у нас Эрайза. В итоге Резолюшн на Шейкель забирает Гирокоптера. Получается, с него очень много для Резолюшна голды. Аж 400. Сайлент с Чеширским Котом. Чеширский Кот под Блейдмейлом. Тут бить его вообще не вариант. Ну и Йоку уже здесь. Флеймгвард провязал. По идее, Джейфу должен забирать. Привязка по двоим. И Чеширский Кот, и Джейфу в очень печальной ситуации. Дальше за Чеширским Котом. Ремнант есть. Йоку должен бежать. Резолюшн через 2 секунды будет фиссурать. Через 3. Не дадут сделать. И Тотем не дают провязать. Резолюшн лоу хпшный. Эхо снэм от Резолюшна. Тотем есть. Ну и Чеширский Кот. Вот с Андерстрайком. Разваливается. Илюшенька нашел звуки. Илюшенька бьет. Ну и Йоку, по идее, Бигдума здесь забирает. Грейп. 7 секунд его не будет. Уже ТП сюда от Гирокоптера. Нет, тут Эррайза. Эррайз прям в статик шторм. Йоку будет драться с ним. Ох, как по львинам уведет себя Йоку. И Эррайз. Домой вообще. До свидания. 11-11 счет. Эррайз очень печально прилетел сюда. 480 голды. Подарил кучу всего. Такой конвейер нон-стоп просто. 1620 по голде Эмпайр. Но мы еще не посчитали умершего Гирокоптера. Гирокоптера в свое время. 3700 экспириенса. Короче, по графикам сейчас глянем. Империя тут тысячи три точно заработала по злоту. И тысяч пять, я думаю, по экспириенсу. Вот такое вот приобретение от Эмберспирита. Никаких. Никаких. Баттлфьюри. Сначала мобильность. Потом все остальное. Эмберспирит будет летать, фармить по линиям. У него и ремнант позволяет неплохо так перемещаться по позициям. Но при этом добавил себе мобильности еще и Бутсов Трэбл. Ну что, по-моему, время прошло. Давайте посмотрим графики. Империя проигрывала 1200. И после всех файтов 2,5 стала выиграть. Это, знаете ли, много. 3,700 по экспириенсу. Проигрывала 2. Теперь полторы выигрывает. 3,500. Какой я крутой щитовод. 11,11. Счет. 20 с копейком минут прошло. Не может просто так Doom терять такое количество хп. Значит, что-то где-то случилось. Сайлента поймали. Вчетвером переломили хребеты. 12-11 становится счет. 620 голды. За топ NetWars на карте получили неплохо. Игроки команды Power Rangers будут драться без думок. Бездумно, если они будут драться 4 в 5. Блимсует назад на Чеширского кота. Алоха Дэнс, в принципе, нормально себя чувствует. На Эрайзе попадает ультан от Ноуфира. И все развернулись, ушли. Еще и Алоха Дэнс здесь развалился. Вообще необязательный и совсем не тактический фит. И получился из ниоткуда и в никуда. Ну и Роха по-любому падает для команды Power Rangers. Никто не успевает. Ни Doom сюда, ни Ember Spirit. Даже попытки такие не производят. Роха для Гирокоптера? Ну, это плохие шутки на самом деле с Гирокоптером. Так расслабляться. У Гиро уже есть Blade of Lakriti, есть рецепт на Яшу. Копейки остаются до данного артефакта. БКБ есть. Доминатор есть. Фейсбуцы, Аквила. Все это имеется. Поэтому Гирокоптер уже сейчас становится хорошей, сильной боевой единицей. Тут Дизраптору сто процентов надо аганим. Тут надо Думу. Думать. Что-либо по нормальному дэмэджу. Ну, Дум просто укомплектовался у нас в Plate Mail, чтобы не сильно рассыпаться от физдэмэджа. И приобретает себе Митрил Хаммер. Скорее всего, для Black King Bar. БКБ необходим. Инвокер с Оркидом просто достанет. Это факт. И Дум это прекрасно понимает. Если Сайвент не будет успевать ульту кастовать перед смертью, то толку от такого Дума нет вообще. Ну и по Галде опять графики полезли в сторону команды Power Rangers. По Экспириенсу 2000 в пользу ПР. Выход на Сайлента. Сразу же подстопили его Солар Крест. Да, Солар Крест на Сайлента. Промазывает Чеширский Кот у нас в итоге хукшотом. Сайлент в сале уходит отсюда. Ну и Джей Фоллоу хпшный. Дум на него бросили. Он не будет умирать, конечно же, от Дума. Ну посмотрите, как агрессивно вышли на Сайлента. И каким-то вообще чудом Сайлент в данной ситуации вышел. В это время Йоку подпиливает Т2 по топ-линии. Центральная линия в опасности у команды Empire также. Потому что ПР здесь в лице пятерых человек. Они ждут, пока кто-нибудь сюда стянется, чтобы подраться, в принципе, с численным преимуществом. Пока никто никуда не подходит. Резолюшн уже с даггером. Кстати, 24-я минута. Нормально. С учетом дикого вообще недофарма на ранних левелах и минутах. Это, в общем-то, неплохо. Ну и Т2 на мидлэйне падает. Команда ПР уже готова к заходу на хайграунд. Посмотрим артефакты. Время пришло. Форстаф есть у Инвокера, есть у Оркит оф Меливилянс Клокверк. Приобретает себе Огр Клаб. Есть у него Блэйд Мэйл. Скорее всего, Чеширский Кот будет здесь огонить. У Джейфо после Солар Креста Аркан Бутцов еще 900 на руках. Кстати, Нага неплохо фармит. 54 крипа у нее. 1 килл, 1 ассист. Нормально. Джейфо хорошо себя чувствует. Гирокоптер. Саша Яша уже готов. БКБ уже есть. Аквила есть. Фейсбутцы, Доминатор и Аэго, которая, кстати, через 2 минуты пропадет. Не знаю, будет ли Империя за эти 2 минуты драться в принципе. Посмотрим вообще корр-артефакты какие-то важные появились ли или нет. БКБ летит Сайленту. Это очень важно. Это очень нужно. Йоку приобретает себе Яшу. Это будет Манта Стайл. Вот такие дела. Дизраптор покупает себе поинт-бустеры. 1100 на руках у Алоха Дэнса. Есть. Ваганим собирается у Шейкера. 1000 голды после Даггера. Ну и Алоха Дэнс мы видели. А здесь Ancient Operation пока на отдыхе абсолютно. Ноуфир ничего толком не приобрел себе. Ну Империя влез под смоком. Под Вардами. Под иллюзией Наги Сайрена. Они прекрасно все это понимают. Их не видят. Ну и на Мидлей не видят. Команду Power Rangers гирокоптера после Саши Яши еще 1100 на руках. Трон пошел фармить Теншин. В стаке у него просто нон-стоп так Empire начинает. Драку Чеширского кота глимсует. Резолюшн не знает уже что бить. Просто ветра прошли мимо всех и разбежалась команда Empire. Ну они шли гангать а в итоге сами нарвались на блокпост из игроков команды Power Rangers здесь с нормальными такими баррикадами от Клокверка с неплохим самим Клокверком который вообще пальцем не трогай. Ну Йоку ремнант вперед отправил. Будет бежать. Ракета на него. Ну и Сайланс еще и на Йоку и Йоку скорее всего здесь умирает как я понимаю. Да Йоку здесь умирает офигительная ульта просто у нас от Ancient Operation крутая ульта от Resolution но добивать дальше просто некому. Сайлант у нас в Black King Bar чеширского кота сжирает. Дум положил на Трона. За Троном ну бежать сложновато конечно. Сайлант очень далеко оторвались соперники хотя и Шейкер. Даггер через 7 секунд наверное будут пытаться догонять Трона. Да бегут бегут барабаны провязали бегут. Резолюшн прыгает дальше Фисура закрывает у нас Эрайза подстопили чейный по нему кулдаун по голове Resolution аккуратней надо быть Resolution у нас еще и от Тавора огреб Йоку забирает в это время Инвокера размен пока что 2 в 1 глимсуют назад у нас Трона и здесь же J4 J4 100% умирает Гем забирает Ancient Operation и сразу же ТП-аут отсюда но Фир очень круто отыграл правда Лоха Денса забрали два байбэка от команды Power Rangers и бежать отсюда Йоку валит где-где-где-где-где где Сайлент Сайлент в таверне Сайлент как был под Тавором так под Тавором и остался Йоку по-быстрому будет стараться сделать ТП-аут отсюда да Йоку в кусты и сразу же ТП-аут улетает никто не успел его забрать по итогу этого файта минус 181 против минус 965 просто дрались поломали друг другу ружья палки никого вообще ничего не выиграли ничего не забрали никаких трофеев просто дэмэдж и урон экономический друг другу понаносили молодцы очень полезно знаете так в стиле современного мира 14-17 в итоге счет всего лишь тысячу по голде выигрывает команда Power Rangers и по экспириенсу две с половиной тоже в пользу могучих рейнджеров которые теперь именуются Arcade Алоха Дэнс имеет уже Огер Клаб в курьере у него ничего не лежит Алоха Дэнс в печали пока Илюшенька по таймингу проигрывает Шекер на Force Staff еще не насобирал резолюшина остается до рецепта тут 500 голды у Сайлента дверь 300 на руках Дум скорее всего будет тарить Керасу как я понимаю или это будет Шивас Гвард тоже вещь полезная БКБ есть это очень важно БКБ необходим Эмбер Спириту здесь или Манта Стайл тоже в любом случае главная проблема и главный вообще трабл у Йоку это невозможность сбрасывать с себя Сайлент который вот оркидом инвокера уже наносится минут 15 и это главная проблема Эмбер Спирита решил не БКБ собирать а решил собрать Манта Стайл в принципе полезно и дополнительный ХП и плюс демеджа иллюзии наносить будут да и вообще что такое иллюзии все остальное в общем-то Эмбер Спирита не сильно парит у него есть Флейм Гвард я так понимаю пробивать его так магическим демеджем и некому фистами он и выйдет кулдаун в принципе Нага Рептайт но это не страшно Клокер тоже ничего магического здесь не валит в него ну и инвокер разумеется тоже поэтому да Манта Стайл безусловно верное решение разве что Сон Наги бы и выйдет еще может на будущее хотя что выспится за Сон Наги и начнет раздамаживать ну и давайте пройдемся по артефактам 30 минут прошло уже Трон приобретает себе Деменедж будет покупать Манки Кинг Бар у него есть Яша Саша у него есть Бар Кинг Блэк Яша Саша Бар Кинг Блэк Глимер Кейп есть у Дазла от Бигнума Инвокер Форстаф Оркит все на этом у Эрайзи он байбэк делал если не ошибаюсь сейчас глянем в состояние выкупа да он делал байбэк Гирокоптера мы смотрели Нага Солар Крест Аркан Буци и больше ничего ну и Клокверк 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 1250 остается по голде Клокверку до Аганима Инвокера мы с вами смотрели давайте теперь по Team Empire Сайлент первый по нетворцу на карте обгоняет даже Гирокоптера у Сайлента появляется рецепт на Шивас Гвард ну и еще собирать и собирать конечно на месте кстав да куда там вообще забудь да у него было 2 с копейками на руках и Шивас Гвард уже готов для Сайлента осталось только прикурьерить к себе данного данный артефакт барабаны есть Владмер есть БКБ тоже имеется ну и Ancient Operation но у Фира в печали абсолютной у него ничего интересного Tranquil Boots и Клок но он в файтах не участвует он если там получает немного золота он все это тратит ворды вы видите ворды гемы гем кстати не его если не ошибаюсь а может и его Эмбер Спирит Манта Стайл уже приобрел себе Йоку у него есть тоже барабаны тоже пустые Boots of Travel ну и так по мелочи ну и Дезраптора остается 1200 до Аганима ну и Шейкера мы с вами видели Форс Став наконец-то Резолюшн дособирал Солринг есть Блинк Даггер есть ну ждем агрессии от команд 32-ая минута 14-17 не очень агрессивно играет что один коллектив что второй ну здесь велика цена поражения что ПР что Эмпайр коллективы в принципе претендующий на топ-2 данной квалификации Эмпайр безусловно ПР тоже я думаю меньше себе не ставили задачу Савин зашел на Роху проверил все все нормально Роха стоит ну и Эмпайр смещается на нижнюю линию Эмбер Спирит недостаточно демеджа на самом деле фисты проходить если и будут то ну фисты не будут много дамаж нет критов нет нормального демеджа еще два фьюри так Алоха Дэнса поймали ульта аппарата попадает по трону попадает по Эрайзу если что у трона есть Блэкинг Бар Сайлент прыгает на всех но ничем это не заканчивается Сайлент просто уходит Алоха Дэнс в итоге еще дальше откладывает свой заветный Аганим Септор будет ли он вообще в этой игре уже боюсь даже предугадывать ситуацию за Алоха Дэнса 530 голды 1200 экспириенса и Рошан для команды Пауэрэнджерс тоже падает Думпа Чилинг Тач смотрите как сильно месит 250 с руки у парня потому что артефактов на демедж нет вообще ну и по голде гляньте насколько ровная ситуация в ноль вообще игроки выходят 34 минута преимущество небольшого за Пауэрэнджерс в целом это вообще ничего не значит ну и Пауэрэнджерс по экспириенсу зато подприподнялись 6000 преимущества опять же повторюсь 34 минута ну и приобретает себе Клеймор Эмбер Спирит а к нему еще и Квилинг Блейд это говорит о намерении купить Баттл Фьюри агрессивный вард от команды Пауэрэнджерс они здесь все по идее видят знают кто здесь может быть но понятно что здесь ремнанты где-то гуляют да вот в частности на мидлейне поэтому просто так поймать Йоку не получится даже и не просто так вообще поймать Йоку практически не получится на ремнант он улетает достаточно быстро так упрыгивает здесь еще и шейкер гирокоптер у нас с дабл дэмэджем ого-го у него 2600 на руках у него есть МКБ и плюс 298 к основному белому дэмэджу гирокоптер тут просто оторвет бошки всем кто рядом появится с ним ну и тавр скорее всего Эмпайр должны отдавать против дэдэшного гирокоптера драться это сродни самоубийству думаю мобильности не хватает я думаю что может барабаны бы здесь продать да даггер купить чтобы быстренько ворваться да и заткнуть важные персоны ну везде этот сумасшедшая ракета этого клокверка как это вообще происходит вот где здесь ракета с ума сейчас сойду ну и агони появляется у клокверка чеширский кот после блэйдмейла его купил теперь врывы более чем адекватный гирокоптер первым идет первым у него есть аэго аэго кстати по-моему скоро пропадает нет не скоро аэго только недавно появилась ну и сайленту надо БКБ юзать и просто валить отсюда сайлент юзнет БКБ ну что дальше бьет чеширского кольда ульта аппарата по четверым ну тут надо драться ну где же вы все игроки команда империи эмбер спирит летит вниз статик шторм у нас по 2 им все лоу хпшные эмберу надо сюда врываться но эмбер тут под сон наги просто не ворвется но нага улетит сейчас но эмбер спирит никуда уже не попадает очень крутая ульта зашла от ноуфира хотя трона будут пытаться ловить резолюшн форстаф форстаф через 2 секунды даггер через 4 трон убегает на своих крылышках трон отсюда сваливается в итоге потеряли чеширского кота игроки команды эмбер пауэррэнджерсы по моему никого не забрали если я не ошибаюсь вроде бы нет дума потрепали но дум в итоге живой да никто не байбекался все правильно никого не убили хотя выходили вроде как вроде убивать дума выходили а чем все это закончилось вы видите но гирокоптер в итоге перефармливает дума и аганим есть у дезраптора наконец-то илюшенька собрался ну и 1250 уже на руках у шейкера что в общем-то парню под прикупить климер кейп или вейл оф дискорд возможно шейкер себе соберет уже вещь нужная и полезная если бкб не будут юзать пригодится эмбер спирит приобретает себе первый баттл фьюри за эту игру на 38 минуте йоку наконец-то данный артефакт заимел как там сайлент поживает сайлента шива с гвард и после нее 1700 правда есть уже аганим у сайлента по нетворсу он немного совсем отстает от гирокоптера ну что империя пошла ноу фир без аганима это кстати печать для империи блэкинг барр есть у дума прыгает йоку йоку привязывает трона ракета в сайлента сайлент наверное что-то будет здесь юзать ракету вроде ловит здесь сайлент так лоу хпшный в итоге у нас ноу фир алоха дэнс тоже отваливается ну и дум просто в бкб сваливать отсюда йоку привязывает у нас трона эрайз не привязан у эрайза ой какой удачный диффинг блэбласт просто печальный блэст йоку у нас улетает на ремнант но ракета на него йоку не очень хорошая ситуация надо куда-то валить сейчас еще и торнадо поймает йоку и по приземлению еще и ракету получил но трон неплохо так получает кстати эхо слэм от резолюшна прыжок на трона ну и лоу хпшный трон йоку здесь йоку уже готов дать фисты в глиммеркейп уходит трон сона джейфо неужели они уйдут ааааа хааа ничего себе ааа вот это я понимаю просто на соплях команда пауэрэнджер сваливает отсюда глиммеркейп на трона и трон в итоге в итоге в итоге ульта аппарата не достает на трона и неверный путь выбрал ээээ эншент опорейшин а мог бы добить мог бы денег капнуло бы триллион вообще но 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 по факту 3000 по голде Впереди Power Rangers и 7000 по экспириенсу отыграли просто чудесный этот файт игроки команды PR. Так, ну что нам с гирокоптером? Monkey King Bar есть. Талисманов Эвэйджен есть. 3200 на руках. Вот эта штука 3200 стоит. Да. 900 голды по сути оставалось до покупки. До покупки, покупки, покупки. Расскажите про покупки. А до покупки Butterfly. Ну еще одни отводы. Ну и все, у трона по идее сейчас уже будет бабочка. И он сильно перефармливает Йоку. Эмберспирит плохо себя чувствует. Не до фарм. Криты появились. Конечно, сплэш тоже хорошая вещь. Но тут очень опасные ребята. Хекс появляется у Эрайза. У него есть Форстаф, у него есть Оркит. Уже раскастовка нормальная. Уже есть Форгиты. Там я видел Бласты залетали. Залетали Метеоры. Санстрайков, правда, нет. И поздновато уже для них что-либо делать. Эмберспирит, правда, хорошо выфармливает. И то, что не снесли ни одной линии команды Empire, безусловный плюс для Эмберспирита. Крипы идут. Идут хорошо, идут ровненько. И Эмбер, в общем-то, может неплохо так нафармить. Райз в инвизе здесь по вражескому лесу движется. Ну и Райза не видит. Он тоже, в принципе, никому не видит. Вардов с собой не принес. Че пришел? Что нашел? Ну и Рошан меньше, чем через минуту появится. Команда Power Rangers уже чекает всю эту ситуацию. Раскастовка-то крутая. Вы понимаете, да, что такое ульта Шейкера, ульта Аппарата и ульта Дизраптора на пятерых в этом узком проходе? Это громаднейший Биг Бада Бум. Ну и Рошан через несколько секунд уже появится. Сайлент ничего не боится. У Сайлента рефрешер есть. Ого-го. Рефрешер есть у Сайлента. Будут очень грубо себя вести в файте игроки команды Эмпайр. В принципе, два дума за файт. Это уже что-то. И Трон, например, вряд ли переживет. Дума с думом. У Трона нет. Да у Трона ничего, в принципе, не будет. Аганим есть. По-моему, Аганим блочит. Да, БКБ непонятно никак не проязать. Разве что отхил. Какой-то гирокоптер он надо будет организовать. Ну как БКБ, так и Сатанить нельзя будет проязать. В дальнейшем. Что нельзя не недооценивать. Ну и под смоком. Команда Power Rangers заходит во вражеский лес. Поднимается на ХГ. У них уже ситуация более выигрышная. Прочекали, где кто находится. Резолюшн видят. Главное, науфиру вообще здесь рядом не стоять. Врывается в Алоха Дэнса. Сразу же Сайлентс на него. Кирпичом накрыла Алоха Дэнса. Алоха Дэнс не успевает дать ульту. Алоха Дэнса потеряли. Драться без него нельзя. У Алоха Дэнса байбэк, по-моему, отсутствует. Да, байбэка у него нет. И поэтому Рошан, скорее всего, будет падать для команды Power Rangers. Нет, они еще чужими лесами занимаются. 42 секунды не будет Алоха Дэнса. Время Эмпайр должны тянуть. Должны. Фир не может юзать сейчас ульту. Потому что 40 секунд кулдаун. В нужный момент не будет ульты. И все. Хотя, почему не может? Кто сказал? Все равно без Алохи драться не будут. Может, сейчас есть уже ульту. Про юзать. Настреливают неплохо. Но это не критично, в принципе, для Гера Кофтера. Очень быстро справились с Рохой. Гера подбирает себе. Еще и Аэгу. У него 3000 на руках. У него есть Баттерфля, у него есть Манки Кинг Бар. Так, слышу хукшот от Клокверка. Это просто перемещение по карте. И в это время Дейдалус появляется у Эмбер Спирита. Баттл Фьюри Дейдалус Манта Стайл. Дамаги с руки 290. Практически. У Эмбер Спирита криты тоже 250%. Это по 700, по идее, должны вылетать криты. У Дума есть два Дума. Сколько Думов есть у трех Думов? Такая просто психоделическая загадка для Дотера. Сайлент, кстати, вообще ничего не боится. У него есть БКБ, он... Я так понимаю, если его зацепят, то БКБ и бежать. БКБ и бежать, Сайлент как-то так. С ноги на ногу переваливается. Спокойненький. Я, говорит, никого не трогаю, вы меня не трожьте. Еще не видно было, чтобы замесили Фрешер Орб. Был проюзан два Дума. Куда-то на кого-то залетало. Пока что... Все копит энергию. Эмпайр. Можете take my energy, кстати. Уэрайза Сыру, Уэрайза Сайт Уф Вайс уже есть. Есть Форста Форки. Все это имеется. 20-го левела инвокер. Как там поживает Эмбер Спирит? Эмбер Спирит 1300 имеет по голде после приобретенного Дейдауса, но линии не снесли. Но игра переходит в ту стадию, мне кажется, когда... Санстрайк у Эмбер Спириту. И просто улетучился. Йоху очень быстро. А игра переходит в ту стадию, когда нормальный размен там 1 в 3, 1 в 4 позволит снести как минимум 2 линии. А в целом и выиграть игру. Так что тут теперь очень осторожно надо быть. Всем и каждому. Ну вы видите, игроки скучковались. По одному никто не ходит, разве что Сайлент. Он может себе позволить. Он как бы керри. Сайлент приобретает себе Boots of Travel на случай, если кто-то по-тихому будет куда-то заходить. Йоху отправляется в свинью. Хукшот сразу же на него. Манта Стайл от Йоху. И Йоху улетает отсюда. Офигительный ульт вообще от Резолюшена. Такой же офигительный ульт еще и от Nofear. И туда же ульт от Aloha Dance. Вот это звуки Илюшенька нашел. Ну и побежали дальше, игроки. Команда Empire просто минус 3 на ровном месте. 2 600 по голде, 5 800 по экспилиенсу, Т2 и, наверное, будут заходить на хэкграунд. Вот о чем я говорил. 47-ая минута. Это просто сила времени. ТП, если что, есть у всех. Бутсов Тревел тут у кого надо имеется. Крипы падают быстро. Команда Empire будет заходить на хэкграунд. Смотрим состояние байбэков. Есть байбэк у Райза. Есть байбэк у Чеширского кота. Есть байбэк... Все, больше ни у кого. Гирокоптера есть, но это никого не интересует в принципе. Привязывают гирокоптера. Кстати, Сайлент может-то и запулить в него Doom 1. Потом уже и второй. Нет, просто ревел-левел-десом. Сайлент лоу-хэпэшный. Сайлент сейчас может еще и умереть. Ну и как, Глик, удачно вообще здесь... А как удачно здесь? Кинетик Филд лег. Сайленту чуть не разорвало на куски. Ну, команде Empire надо отходить. Они практически снесли тавр и всем надо отсюда сваливать. Это реально запахло жареным уже. 19-22. Посмотрите, насколько сильно исправили свое положение. Проигрывали 5 с копейками, теперь до 1000 спустились. Ну и по экспириенсу проигрывали. 7500, теперь 2500. Юл появляется у Шейкера. Даггер появляется у Алоха Дэнса. И Сатаник появляется у Гирокоптера. Правда, еще лежит в курьере. Ждет, пока Эго спадет с трона. Круто. Драка была очень крутая. Очень. Очень-очень крутая. Ну и 2-100 на руках у Дума. Это та комбинация, о которой я говорил. То есть не обязательно даже там нормального Эмбер Спирита. Йоку, по сути, забатил на себя. Там немножко демаджа нанес. Фистами потом там кое-что заивейдил. И в целом минус 3 прям-таки дерзкий получился. Ну и догоняет Дума. 2500 уже у Йоку. 25000, точнее, есть уже у Йоку. 29300 у трона. И у Эмбер Спирита 5000 на руках. Дазл приобретает себе Аганим. Такие дела. Сайлентом поднимают ветра под ноги ЕМП. БКБ Сайлент не юзает, не боится потерять ману. У него маны дохрена и больше. 1200 осталось. 17,2 манореген у Дума. Вообще не умного парня. Не суперинтеллектуал в этой игре, и тем не менее. Не страшно ему совершенно. 5500 на руках у Эмбер Спирита. 5500. Пока ничего не покупает. Этот барабан уже глазам оттуда. Я уже молчу об атле. Есть на Йоку. Но, наверное, это будет еще один... Еще, 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 еще один Дайдалус. Или, возможно, это будет, например, Айов Скаде. Не хватает Эмбер Спириту статов. Это факт. Эмбер перемещается на топ. Ну и по крипам, по-моему, он уже догнал и даже обогнал. Гирокоптера 480 у Йоку, 447 у Гирокоптера. Где ты, кстати? А вот он, Гира. МКБ приобретает Эмбер Спирит. Конечно, конечно, конечно. Все. Никаких вопросов. Конечно же, это МКБ, потому что тут баттерфля есть у Гира. И весь дэмэдж может в никуда уйти, когда ты мисуешь. Та-дам! Что я вижу? И не только я. Как написал Алоха Дэнс. Здесь лежит Гем Упшу Сай. Ну и по топу. Отправляется Йоку. У него где-то здесь должны быть ремнанты тусить. Где они? Вот они. А вот и они. Ну и сразу вниз. Отправляется Йоку. Куда вообще? Куда? Зачем? Что-то будет? Что-то придумали? Сайвин что-то в деревьях нашел. Ребята говорит, скорее сюда. Скорее сюда, ребята. Что-то палевное, нет? Нет? Вообще не палевно. Да, вообще не палевно. Пошли на топ. Крипы идут и мы пойдем. Кулдаун Гирокоптер провязал. И удачно может сейчас быть. Резолюшн готовится ворваться. Главное было бы куда. Крипа съели. Джейфу на хайграунде. Вижена нет. Алоха Дэнс засветился. Алоха Дэнс лишнего себе позволил. Ну и все. Все разбежались. Смог провязали. Походили, посмотрели, понюхали чем там пахнет. Хайграунд команды Пауэррэнджерс потом зайдут. Эмпайр выигрывает чуть-чуть по золоту и проигрывает чуть-чуть по экспириенсу. Это вот более точные инвы дать не могу, извините. Более точные данные поступят немножко попозже. Несколько золота и несколько экспириенсов. Резолюшн поднял Клокверка. Чеширский кот. Две ульты сразу. Ну и Чеширский кот здесь должен умереть. Сандерстрайк на него. На тебе по голове. Дезратор забрал этот фраг. Как не хотел Резолюшн. Подтатемнуть на него. Хорошо, что хоть и Хаслэм не тратил. 676 голды. Так, меня вот этот парень интересует. Что с ним вообще не так? Что не так с тобой, Ноуфир? Ну еще 900 голды необходимо Ноуфиру до приобретения Аганима. Странно. 52-ая минута. И так долго вообще. И так упорно все не получается у Ноуфира. Капитан. Все для семьи. Ну и кулдаун пошел от Гирокоптера. Так, Райс поднимает в воздух сразу двоих. И Дезраптор здесь резолюшн. Алоха Дэнс без манны. И она ему в принципе не нужна. Еще 25 секунд. Кулдаун с Трик Шторма. Как тяжело, конечно, манно-регену Дезраптора осуществляется. Команда Эмпайр давит. Опять без ульты Гирокоптер. Он сейчас будет еще и без Сатани. Дум свое дело сделает. Дум кладется сквозь все. Вообще сквозь невосприимчивость к заклинаниям. Сквозь восприимчивость к заклинаниям. Сквозь заклинания, сквозь деревья, сквозь воду, свет. Огонь леса вообще Дум Абсолютно всеядный спелл Ему плевать вообще Кого и как затыкать Так что я тут понимаю, что ситуация для гирокоптера Вообще не сладкая Когда на него будет дум повешен Что ему делать? Сатаник не провязаешь БКБ не провязаешь, бутсов тревел не провязаешь Убежать даже при помощи бетерфляй не получится МКБ включить-отключить Не знаю, не получится Он кстати еще включается-отключается, есть такое Я помню, как-то можно было Трустрайк выключать Нет, пассивное все Можно было что-то переключать По-моему, выключать этот мини-баш И что-то ты приобретал В связи с этим, короче, это очень давно было В первой доте, я уже и не помню 5000 по золоту империя И по экспериансу 1000 Тоже в пользу империи Ну и здесь вард От империи стоит Они видят, что крипы, по-моему, гуляют Если не ошибаюсь Ну что-то где-то какое-то движение видели В целом вообще непонятно Так, вортекс на землю под Рошана Чеширский кот уже готов врываться Он вижен здесь имеет, и он вортекс увидел Скорее всего, эмпайр перемещается на нижний лайн Ну и Резолюшн со своей позиции ушел Теперь назад, подальше у него 3000 на руках 55-ая минута Здесь удачно подраться Если империи, можно идти сносить хайграунд Если неудачно подраться, можно Стоять и смотреть, как сносят твой хайграунд Да, это, конечно, на половине соперника Ему дольше идти, но вы понимаете Что такое шестислотовый гирокоптер Что такое, там, почти четырехслотовый инвокер Хотя вот недофарм чувствуется, конечно На кор-героях Здесь вот Нага что-то фармит 2200 уже на руках у него после аганима В целом все это Так, постольку-поскольку Мне кажется, Doom, кстати, будет Хотя, да, здесь есть на кого накладывать Ультимейт, это и гирокоптер, это и инвокер Вряд ли придется Нагусарин затыкать Что, можно прыгать? Можно прыгать? Нет, чинами не привязывают трона Так, трон у нас провязал БКБ Сразу же подстать их штормом Doom пошел от Сайлента Трон у нас без БКБ Уже на нем висит Doom ульта аппарата Как не точно, на что рассчитывал Моуфир Ну, заставили команду Power Rangers отступить Немножко потрепало здесь Дизраптора Он, в принципе, выхилеется 20-22 Ульта аппарата не накрыла никого Моуфир немного тут не подрасчитал И Империя заходит на Рошан Видно все Кто это, что это, как это Doom есть Если что, у Сайлента уже проюзанный рефрешерор Так, ну и что? Резолюшна зацепили Резолюшн Эхо Слэм не дает Резолюшн сразу же байбэк Подстопили Трон А Трон у нас под Doom И Трон в то же время еще и под Грейвом Трона развалили Минус 2 от команды Эмпайр Сами потеряли двоих Байбэк пошел от Гирокоптера И Гирокоптер уже летит сюда Уже летит, файтится Но Коргерои живы Йоку жив Жив Doom И очень сильно Гирокоптер просел по голде здесь Должен, по крайней мере Нет 40 голды Но байбэк дорого стоит Гирокоптера Я думаю, сейчас команда Эмпайр понимает Что надо драться Надо разваливать Тут байбэк был не лишним от Ancient Operation Можно было бы и выиграть Резолюшн прыгает Статик шторм под ноги Кинетик фил Эрайс лоу хпшный Эрайс развалился Ну и Трон просто по Сайленту Идет и бьет Сайлента Йоку старается захлупать Вообще своего товарища Сайлент ловит у нас еще и ракету Трон дальше за Сайлентом Где же ты, Йоку? Ты нужен своему тиммейту Чеширский кот Хукшот через одну секунду Попадает по Сайленту Сайлента закрывает Сайлент в БКБ Начинает пили Чеширского кота Да ну нафиг вообще Он просто бьет Чеширского кота И сейчас его уничтожат вообще Лоу хпшный Чеширский кот Ульта аппарата Не попадает по Трону Зато попадает по По-по-по Неважно По Чеширскому коту попадает Трон в итоге живой Йоку тоже живой Йоку еще и с Линкен сферой Рошана игроки Команда Эмпайр отбили 1166 по голде По хп тоже что-то подняли В минус отправили Бэйра Ой как хотят Пауэр Рейнджерс Выиграть эту игру Ну как сложно Даются им драки Этот дум Он просто невывозимый Я уже молчу О статик шторме Это Ancient Operation Не давал нормальный ульт В массовый замес Это Resolution Ворвался И не успел нифига дать Все получил По голове себе Ох жестяк конечно Игра просто чудовищная Таким должен был быть финал По-моему Вообще просто Снимаю наушники Перед командой Пауэр Рейнджерс Ну что артефакты Есть смысл смотреть Радианс Ба-ба-ба-ба-бам У гирокоптера Появляется Радианс И скоро появится Рапира Скорее всего Здесь у Йоку На Эмберспирите Ничего не появляется У него 5700 на руках И скоро Может появиться Рапира Гирокоптера Смотрим на гиро У него 1800 на руках Команда Эмпайр Выходит с маках Будут пытаться Ловить инвокера Инвокер Форстапает себя Очень быстро Линку ему сбивают Сайлент Ловит у нас Бигнума Бигнум лоу хпшный Ульта пошла у Джейфо Все спят Ну и все Все этим закончилось Нага спела песню Все разошлись Йоку в это время Йоку в это время Здесь же Со своими тиммейтами Йоку прогрейдил Себе Boots of Travel На кой вообще Ладно, будет Ну и в бок Команда Эмпайр Заходит коллектив Power Rangers Ох, сейчас неудачно Может все быть Для ПРов Трон у нас Получает по голове Сайлент Дум есть у него Дум на трона Ноуфир дал ульту Ему в принципе не страшно Ноуфир умирает Трон лоу хпшный Стадик шторм под ноги Трону И трон сейчас просто Без артефактов Без байбека Бигнум лоу хпшный Догорает здесь Под думом Эхо слэм от резолюшена Фиссура по голове Минус 4 От команды Эмпайр Просто ноуфира Потрепали А в целом Все живы и здоровы Глемсует назад Еще и Чеширского кота Он закрывает Алоха Дэнса Ох поворот не туда Ну и Йоку уже здесь По идее Чеширского кота Сейчас должен убивать Как минимум С фиста Еще один удар Минус 5 Резолюшн С возвращением Резолюшн Трипл килл в этом файте Минус 5 Делает команда Империя Ровно час Они долбились До данного Минус 5 Смотрим на байбеке Они есть Но они есть Не у команды Пауэрэнджерс Это по любому Минус 2 стороны Скорее всего Можно пойти на Т4 Очень долго Не будет кор героев 50 секунд не будет Эрайзер 50 70 секунд Не будет герокоптера И никто тут уже Ничего в принципе Не сделает Надо просто идти И разбивать Т4 Скорее всего Нет 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 Пошел подпушивать В это время Йоку Хотят еще подраться Резолюшн Солоха Дэнса Пока здесь Стосят Сайлента нет Ну и ульта аппарата Как только кто-то появится Сразу что Ничего Сразу ульта аппарата Что-то с таймингом На эфир конечно Не отжигает совершенно Ну не рассчитал Ребята Не рассчитал Т2 По идее Йоку Тоже здесь Сносит Дамаги у него много Но у герокоптера Уже вообще шансов нет Кроме как Вот это Забрать себе Через 40 секунд Появится герокоптер У него будет рапира Но к этому моменту Может Упадет и Т3 На нижнем лайне Возможно и вся сторона Роху убили Аэгу Я не знаю кстати У кого Аэга была Аэга была У Шейкера И у Шейкера На руках 6 тысяч Миллион байбеков Можно сделать Миллион всего Здесь можно сделать Ох Какая потная Каточка 18 тысяч Золота Империя 7500 по экспириенции Тоже в пользу Команда Империя Ну печально Блин Ребята Из Пауэррэнджер Так сильно Вообще хотели Безусловно Я болею за Империю Тут вариантов Других Не было и нет И быть не может Рапира появляется У Гирокоптера Тем временем Но когда команда Так вообще Агрессивно Знатно сражается Так плотно Вообще трепает Явного фаворита Этой игры То конечно К ней питаешь Некую симпатию И когда она проигрывает Понимаешь Что блин Жалко С другой стороны Если бы Империя проиграла Что не жалко что ли Было Конечно жалко Ну и по голде 18 я уже говорил По экспириенсу Восьмерка Как там поживает Эмбер Спирит Эмбер Спириту Некуда деньги девать У него 8300 На руках Что делать Вообще непонятно И аганим Есть у Ancient Operation И 390 Еще и Владмир собрал Для общего стака Ну и посмотрите Сколько Эмбер Спирит С руки бьет А сколько с руки Бьет Гирокоптер Много Кстати Не дать Произвать ему БКБ Гирокоптеру Просто представьте Если думда БКБ Нажать Просто кто-то БЫ Собрал себе Блейд Мэйл Как Быстро Гирокоптер Разломал бы себе Все запчасти Пропеллера Ну и заход Империи на Хэкграунд Готовы все Сайвент рядом 5500 на руках У Сайвента У Резолюшена Куча хекс Есть у Резолюшена Крипы разваливаются Сторона начинает падать Трон под линкой Линка Естественно Ирайзова Больше никто себе Такого позволить По-моему Не мог Бегну Глимер Кейп Погоним Ничего более Кто-то еще здесь был Гляньте куда отправился Йоку Йоку это время Будет заходить по одной из линий Просто начинает сплитпушить Все Эмбер Спирит прилетает К своим товарищам У него есть в принципе Варианты для этого Не зря же собирал Бутсов Тревел У него Скади Кстати Скади Можно было по что-то И поадекватнее Собрать Разобрать Куда кстати Деньги Йоку дел Я не понял В Курьере Ничего не лежит Йоку что-то продал И собрал сейчас Только Скади Или мне Да Манта ставил Поменял на Скади Эмбер Спирит Ну у него 2800 ХП Это много У него есть линка Джейфо прыгает На дагере В сон отправляет Пятерых Но это последний шанс Команды Пауэрэнджерс Раскастовать Все что здесь Можно раскастовать Эмбер Спирит Сразу улетает Сразу же БКБ от Дума Ульта аппарата По 2М И райс лоу хпшный Дум у нас Рефрешер орб Еще один Дум В Трона Пока что Минус 3 делает Команда Пауэрэнджерс Лоу хпшный Йоку Ультра килл от Трона Ну и Трон сейчас Теряет Рапиру Рапира выпадает Кто ее заберет? Да никто Наверное ее не заберет Рапира валяется на земле Это good game Well played Абсолютно с этим согласен А что с Рапирой-то? Агоним надо выкладывать Или Йоку Йоку-Йоку Йоку что-то выложил Йоку выложил Бутс оф Тревел Йоку с Рапирой Ну и все В принципе Тут уже играть Смысла нет Ну драка была крутая Драка хорошая Ультра килл сделал Но это игра В одного игрока Его уносят И больше никому Никаких вариантов Сражаться не остается Ну что Виволя Пауэррэнджерс Они молодцы Они безусловно Подарили яркую игру Всем нам Но Безусловно Поздравляем мы команду Империя Катка действительно Получилась лютейшая Интереснейшая И На повышенных Вообще Эмоциональных Каких-то нотках Спасибо обеим командам За Данный мув Сейчас одну секунду Я вам расскажу Кто у нас там Следующий На очереди Матчи все Открытых квалификаций Закончатся сегодня Вчера был первый день Сегодня второй И последний день Команда Эмпайр будет играть Против коллектива Ди Кей Бирс В составе Ди Кей Бирс Есть 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 Непонятно кто Калкулус Единственный Кого я Видел Знаю Слышал Флорида Которые Хакон Которые Зе Апати Они проиграли Команде Ди Кей Бирс Там вверху Коллектив H&P Против Коллектива БРМ В котором Зэксцес Крин Седой Ну короче говоря Много всех Ну что Небольшой перерыв Я думаю 5-10 минут Команды По-любому Будут отдыхать После часовых Или 70-минутных Каток И вернемся На следующий матч Команды Эмпайр Против коллектива Ди Кей Бирс Далеко не расходитесь И конечно же Не забывайте Подписываться На наш канал На Твиче Это очень важная Группа ВКонтакте Она прямо под Окном трансляции Сайт Заходите Везде Заходите Канал на Ютубе Все это есть В наших социальных сетях С вами Дмитрий Друг С вами Игрокам ТВ И Эмпайр ТВ Игрокам ТВ